Добрый вечер! 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 Смотрите, какая нагрузка на Ольге сейчас. Оля, мы с тобой. По поводу названия, можно сказать, полноценная женщина. Я хочу еще сказать, что огромное количество женщин, которые по современным, как говорится, стандартам, условным, выходят за эти рамки, у них огромное количество комплексов. И если они в какой-то момент увидят, что полноценные женщины, успешные, радостные, счастливые, довольные жизнью, выходят, и размер у них, какая разница, какой. Вот они такие, какие есть. И для них будет совершенно стимул к тому, что ощущать жизнь совершенно по-другому. Я только добавлю к этому моменту, что «Не обижайся, крошка, что в теле много веса, он веский повод для мужского интереса». Небольшая сутата. Нашу полноценную жизнь. Существует для меня несколько мероприятий, таких тоже очень важных, телевидение, Барри Алибасов, у него юбилей. Но я не мог не поехать сюда. То есть, что это душа. Там сердце, здесь душа и сердце все вместе. Чем, как говорят, больше, тем лучше, тем добрее, тем милее, тем любимее. Как кто-то уже сказал, много повторялось, что мужчина любит 85% полных и только 15% очень полных. Ну вот это, наверное, ближе к тому. Вообще, когда смотришь на женщину, которая в теле, всегда чувствуешь себя как-то мужчиной. Думаешь, вот какая красота. Такая и вытащит, и спасет, и вынесет. А вообще спать хорошо. У меня вот Маша, мы, к сожалению, уже не общаемся с ней, но так еще числимся. Вот я приходил, ложился на это огромное большое тело и засыпал моментально. То есть это еще и знотворное. А потом у женщины, когда она пышная, от нее идет какая-то энергетика теплая такая вот и позитивная. Когда вот маленькая, худая, такая злобная, спишь и думаешь, зарежет, не может и не зарежет, но сны снятся кошмарные. А вот с такой красотой снятся всегда какие-то божественные, возвышенные, красивые. Если, конечно, не положил на тебя ногу нечаянно. Когда как-то душит на голову. Но это в ответ. Я хочу сказать, что вот вам всем удачи, благополучия, не переживайте. Я ужасно нервничаю, когда женщина делает операцию, убирает, выкачивает что-то. Ни в коем случае. Все должно так, как есть. Вот оно настолько красивое, настолько... А потом люди, когда худеют, нервничают. Это замечают, по-моему, у сына Луки, который был полный. Вот он похудел и вообще спрятался, депрессия. А сейчас вполне настроение хорошее. Все время звонит, популя, популя, фамилию твою хочу взять. Так что, видите, это еще и к добру и к хорошему настроению. Так что радуйте нас, удивляйте нас. Мы с вами, мир новостей всегда с нами. Потому что есть еще одна радио, с полненько, пышно. Это вся новость в мире хорошая. Вообще, я отношусь к этому очень за большую симпатию, уважение, я бы сказал, даже любовью. Поэтому будем сейчас наслаждаться, смотреть. Вообще, здесь пришли, конечно, все поклонники. Вот все мужчины, я уверен, они любят, им нравятся пышные женщины. Мне уж, конечно, тоже, как художнику особенно. Это очень даже близко и любимо мною. Так что, желаю вам удачи, поправляйтесь на здоровье. Не переживайте, я с вами. Спасибо огромное. Любой имеет шанс получить портрет от меня. Если будет, то действительно хорошо там есть. Нам приятно, что вы здесь не стесняетесь, показываете и с гордостью носите свое достойное и красивое тело. Нам это радует и счастье. Это и жена будет, хорошая ее, брать, хорошую. Евгения Индика, джазовая певица. Получается, это первого консульса красоты. Откормим, откормим, откормим. Немножко похудела, но прекрасно по-прежнему. Очень талантливая джазовая певица. Красота все-таки страшная сила. Она все-таки спасет мир. Ксения Понченко. Ксения, я не знаю вашу профессию, скажите сами. Понченко, ладно, так, да, вот он красивый. Красивая. Эти девушки все разные. Гландинки, брюнетки с разными фигурами. Внесут одинаково позитивы. Действительно, иметься с достоинством представить. Участница конкурса красоты Дорче-2014. Это всегда знал, что я не шах, а мы живем в 12-м веке. Я позову Баренов. Красавица Гульшан Тихонирова. Участница, конкурсантка нашего следующего конкурса. Гульшан, представьтесь, тоже самая профессия. Мы собираем девушек не только по внешним признакам. Мы хотим, чтобы они действительно нравились ему красоту и какую-то интеллигентность, чтобы действительно было о чем поговорить и было о чем пообщаться. Бульшан. Очень. Спасибо, девушки. Общий дизайнер. Спасибо. Браво, башни. Браво, башни. Брян, башни. Брян, башни. А мы все туда сейчас придем. Вы знаете, вот сейчас... Башни, ты сфотографируешься. Главное наше сказало о том, что поговорите с кем. Я только что из Сочи вернулся позавчера. И мой приятель, тот пригласил за 100-3 девушек. Худрик. А то, наверное, страшно. Но. Они были не такие страшные. Но когда он задал им вопрос, столица Варшавы, она говорит, Венеция. Имя Ленина, она говорит, Илья Ильич. Вторая говорит, да я знаю, знаю. Илья Фил Семенович. Я помню, что закончили школу, развили в 19-х. Ничего не знаю. Мало того, что на них смотреть не очень вкусно. Еще и поговорить нечем. С этим и поговорить можно. И посмотреть можно. И хотя бы почувствовать, что ты хоть на секунду стал женат на каждый из них. Так что спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok